В Павлодаре, Экибастузе и в поселке Ленинск якобы закрывают въезды и выезды. Информация, которая была разослана, шокировала многих пользователей. А сегодня полицейские заявили, это фейк. Автору грозит ограничение свободы от 3 до 7 лет. Наш корреспондент специально для вас собрал самые интересные публикации из новостных лент. Это сообщение Павлодарцы пересылали друг другу и даже не задумывались о том, что сами стали пособниками пранкеров. Обманщики специально сеют панику среди горожан, говорят полицейские. В ведомстве отметили, что для выявления таких фактов сотрудники ежедневно проводят мониторинг социальных сетей. При этом полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы найти автора фейка. В настоящий момент по данному факту начато досудебное расследование по ст. 274 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это распространение заведомо ложной информации о условиях чрезвычайного положения. Проводятся разыскные мероприятия по установлению автора данного звукового сообщения. Из-за чрезвычайного положения в Казахстане приостановили воинский призыв на службу и увольнение, призванных год назад. Мера до страны беспрецедентная. Новость сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на брифинге. Во попали, пацаны. Считали дни до дембеля и тут на тебе. Ура! Меня не будут призывать, хотя мне уже 39. Вот вообще не смешно. Мой сын должен прийти в конце апреля. Я жду. А тут бац. На сайте электронного правительства опубликовали обновленную карту объектов повышенного внимания COVID-19, охватывающую все регионы Казахстана. Цифры заразившихся в реальном времени. На 26 марта зараженных в Павлодаре нет, но есть контактировавшие ранее. В нашем городе их 8, в Экибастусе 7, а в Аксу 1. Известный Павлодарский Тамада извинился за то, что нарушил введенный в стране карантин. Его обращение опубликовали на странице Департамента полиции Павлодарской области, а также во всех новостных пабликах. Сегодня супруга шоумена связалась с нашей редакцией и сообщила о намерении подать встречное заявление о незаконном обнародовании данных. Таким образом, привлечь к ответственности тех, кто раскрыл имя ее мужа. Хотелось бы отметить, что, во-первых, уполномоченные органы не имели права передавать данную видеозапись соцсетям, потому что данная видеозапись была сделана для онлайн-суда. Во-вторых, мой супруг не давал согласия на ее публикацию. Во-вторых, из-за того, что была утечка информации, утечка видеозаписи, пошла ложная информация о том, что в заголовках пишет, якобы мой супруг сам вел мероприятие, якобы мероприятие шло после 22.00. Естественно, это вызывает большой резонанс. Люди очень негативно относятся к данной информации. Кто-то пишет очень плохие слова в адрес моего супруга, естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова